Продолжение следует... ...правданное сегодня не меняют простых фактов. Россия продолжает вести войну агрессии против другого суверенного государства-члена ООН, нарушая устав. За день до этого последнего удара Международный уголовный суд объявил о двух новых обвинениях в адрес высших военных лиц России за предполагаемую кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это поступки государства, не заинтересованного в мире. Путин утверждает, что начал эту войну для защиты украинских граждан. На деле он терроризирует их. Как сказал мой министр обороны в Киеве вчера, поддержка Великобритании остается непоколебимой, и мы предоставим дополнительные 325 миллионов фунтов стерлингов для помощи Украине в ее защите. Господин председатель, мы уже много раз на конкретных примерах доказывали, что высокоточные удары российских ВКС по объектам на Украине, связанным с военным потенциалом киевского режима, не несут опасности для ненаходящихся на них мирных жителей этой страны. Это прекрасно знают и простые украинцы, которые уже не раз могли убедиться в том, что их жизням угрожают исключительно действия непрофессиональной украинской системы ПВО, размещаемой, к тому же, в жилых кварталах украинских городов в нарушении норм МГП. Сегодня украинские правоохранители начали расследование с 18 по 143 508 военных преступлений и 16 650 преступлений против национальной безопасности. Они включают убийства 11 973 гражданских лиц, в том числе 534 детей, и ранения более чем 19 200 гражданских лиц, включая более 1200 детей. Эти цифры не учитывают временно оккупированные территории. Продолжение следует...